Мир на работе с Духом Святым. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Вы когда-нибудь жили так, что Божий мир в семье, церкви, а приходите на работу, а там еле сдерживаетесь? И когда приходите домой, то сдерживаете свои плохие эмоции, чтобы не вылететь их на семью. И приходится опять сильно, усиленно молиться, чтобы восстановить состояние мира. Где мир на работе? Где Бог? Неужели Он оставил меня на работе? Мы все через это прошли и проходим. Но есть выход. Как сделать так, чтобы на работе вы были в состоянии мира Божьего? Приходите домой, и здесь порядок. Это нам самим невозможно, но все возможно верующему. Мир на работе с Духом Святым. Все возможно с помощью Духа Святого. Сейчас мы поговорим, как принести мир Божий на свою работу, на свое рабочее место. Молитва между вами и Богом. Все это кажется большим, и что все это трудно сделать. Нет, друзья. Молитва в начале будет немного трудной, но через пару недель она будет легкой и займет не более пяти минут. Тем более эту молитву вполне можно провести даже по дороге на работу. Займите это время не размышлением о суете, а заполните это время молитвой. Пять минут вашего времени стоит мира Божьего на вашем рабочем месте. Помолитесь. Задайте вопрос Богу. Возможен мир на вашем рабочем месте? Мы много говорим о помощи нам и в нашей семье, о общении Духа Святого. Присоединяйтесь к нам, носителям мира. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы до конца разобраться на эту тему. Мир на работе с Духом Святым. Наш мир на нашей работе не зависит от зарплат и от места работы. Не наша работа и зарплата приносят нам успокоение и мир Божий. Мир Божий мы сами приносим на свое рабочее место. То есть, тот мир, который внутри нас, мы просто переносим и распространяем вокруг нас. Если у нас внутри нет мира, то и вокруг будет беспорядок. Если мы приносим, делимся с другими, своим миром, то это может быть отвергнуто. То есть, не свои собственные переживания нужно нести на работу. Мы люди бессильны. Но. Но мы знакомы с Духом Святым. Не делитесь своим миром, а пригласите Духа Святого на ваше рабочее место. Как при покаянии вы приглашали Бога, Духа Святого в свою жизнь, так и когда идете на работу. Даже если вы не успели помолиться дома, по дороге, в метро, в лифте, просто пригласите Духа Святого. Чтобы Он своим присутствием наполнил вашу работу, место работы. Пусть Он будет носителем, производителем мира. И отдайте Ему первенство. Дух Святой не придет на вашу работу, если вы Его не пригласите. Он не назойлив. Он уважает вас. Вы дитё Божье и сами устрояете свою жизнь. Если не приглашаете, может, вам это и не нужно. Но если Он вам нужен на работе, пригласите Его туда. Он будет с вами только там, куда вы Его пригласите. Он может быть с вами в семье, на служении, а на работе может не быть. Не подвергайте опасности свой Божий мир внутри вас. Отдайте все руки Духу Святому, пригласите Его. Охранять мир Духа Святого. Состояние мира и присутствие Духа Святого на вашей работе также зависит и от вас. Когда вы пригласили, Он пришел. Теперь есть и ваша работа, ваше участие. Вы уже знакомы, как беречь мир Божий внутри вас, семье, в доме. Так же и здесь. Именно вы не угощаете Духа Святого на вашем рабочем месте. Не сплетничайте, не участвуйте в обсуждении начальства, не ругайтесь. Старайтесь выполнять свою работу качественно, как для Бога. Старайтесь, насколько это возможно. Бог все видит. Если что-то не понимаете, спросите у Духа Святого, чтобы Он вас научил. Он знает все. Теперь Дух Святой на вашем рабочем месте. Ведите себя так, как в присутствии Бога. Неверующему это трудно, но это легко. Но нам это легко, ведь нас подкрепляет Дух Святой во всех наших трудностях. Будьте в мире на работе по возможности. Да, трудно и практически невозможно быть в мире со всеми, но и не нужно. Апостол Павел сказал, и это подходит и здесь. Послание к Римлянам, 12 глава, стихи 16 по 20. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Некому не воздавайте злом за зло, но бегитесь о добром перед всеми человеками. И если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божью. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Это послание к Римлянам, 12 глава, стихи 16 по 20. В 18 стихе написано, если возможно, если нет, то и не настаивайте. Главное, ваша позиция мира и присутствие Духа Святого на вашей работе. Молитва главная в мире на работе. Молитесь и благословляйте ваших коллег. Но молитесь за тех, за свою территорию. Она определяется теми, кто при возможности может у вас спросить о Боге. И вы сможете Ему сказать Евангелие или свидетельство. То есть, кто к вам близок. Не будьте многословны. Просто когда молитесь, вставьте строчку. Я даю пример молитвы, но со временем вы научитесь своей. Молитесь же так. Бог наш, Отец Небесный. Благослови моих коллег, Мишу Бродбаря, Марию Готовцеву, напарника Степана, во имя Иисуса Христа. Аминь. Ставьте те, кто близок к вам. Кто близок к вам. Когда будете молиться и благословлять, Дух Святой покажет, кого включить в вашу молитву. Доверьтесь Ему. Главное, начните. Молитва за начальников. Здесь нужно молиться за начальство и власти. Апостол Павел, посланник Тимофею, написал, чтобы мы молились за царей и за всех начальствующих. Прочитаем послание 1 Тимофею, 2 глава, стихи с 1 по 5. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, порошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо Бог един, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. 1 Тимофею, 2 глава, стихи с 1 по 5. Павел пишет, что это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Я думаю, зачем молиться за начальников, не возникает вопроса. Если это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, то мы так и делаем. Воля Божья в жизни начальников. Здесь не молитесь и не проговаривайте все, что вы думаете о них и их семье и качестве работы. Просто исповедайте, призовите волю Божью в их жизнь. Например, источник молитвы – это когда Иисус Христос учил молиться своих учеников в Нагорной проповеди. Откроем Евангелие от Матфея, 6 глава, стих 10. «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Матфея, 6 глава, 10 стих. Здесь вы смиряетесь пред Богом и призываете Его в волю на землю, в человечество, в свою жизнь. Также призовите волю Божью и в жизнь ваших начальников. Пусть не ваша воля будет в их жизни, а воля Божья. Отдайте это в руки Бога. По возможности, перечислите своих прямых начальников и, конечно, их семьи. Я говорю пример молитвы, а вы со временем научитесь своей. Меняйте, видоизменяйте ее под ведением Духа Святого. Молитесь же так. «Бог наш, Отец Небесный, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да будет воля Твоя в жизни моего бригадира Наталью и ее семью, моих мастеров Мирослава и его семью. Александра и его семью, Марию и ее семью, Татьяну и ее семью, мастера Олега Михайловича и его семью, директора Волошенко и его семью. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Не будьте многословны. Начальники меняются, на молитва остается. Пусть молитва за ваших начальников будет постоянной. И мир Божий по вашей молитве будет постоянным на вашем рабочем месте. Воля Божия на коллег и мир на работе. Также и исповедуйте волю Божию на ваш коллектив, бригаду, с кем вы работаете. Тот же принцип, как и за начальников. Только вставьте свой коллектив. Например, бригада, отдел, цех. Только молите за своих ближних. Дальних в эту молитву вставлять не нужно. Это уже будет другая молитва. Здесь мы молимся за мир Божий на вашем рабочем месте, за ваших ближних. Я говорю пример молитвы. А вы со временем, под ведением Духа Святого, научитесь своей молитве. Молитесь же так. «Бог наш, Отец Небесный, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе, да будет воля Твоя на всей моей бригаде, цехе, отделе и наших семьях, ибо Твое есть Царство, и есть Сила, и Слава вовеки. Аминь». Не будьте многословны. Пять минут вашего времени. Все это кажется большим, что все это трудно сделать. Нет, друзья. Молитва вначале будет немного трудной, но через пару недель она будет легкой и займет не более пяти минут. Тем более, эту молитву вполне можно провести даже по дороге на работу. Займите это время не на размышление о суете, а заполните это время молитвой. Пять минут вашего времени стоят Божьего мира на вашей работе. Подведем итог. Первое. Это мир приходит от вас. Вы – источник мира. Не делите свои миром, не рассказывайте насильно другим, а пригласите Духа Святого на ваше рабочее место. Отдайте Ему первенство и главенство на вашей работе. Второе. Храните мир, присутствие Духа Святого в вашем помещении и коллективе. Это ваша участь. Не хватает сил? Попросите Духа Святого вас укрепить и научить. Он вам не откажет. Третье. Работайте. Выполняйте свою часть работы как для Бога. Помните, что вы пригласили Духа Святого на свое рабочее место. Четвертое. Молитва. Молитва между вами и Богом. Лучше, чтобы вас никто не слышал. Благословляйте коллег, исповедуйте и призывайте волю Божью на их семьи и на семьи коллег и начальства. И благодарите Бога за то, что у вас есть работа. Вы живы и здоровы. Аминь. Как эта тема связана с дарами Духа Святого? Когда у нас мир Божий не только в семье, но и на работе, где мы проводим много нашего времени, намного проще читать, размышлять на перерывах Слово Божие, задумываться о служении и применении даров Духа Святого. Сестры, братья, помолитесь. Задайте вопрос Богу. С чего вам начать нести мир на вашу работу? Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Здесь, на блоге, мы путешествуем по страницах Слова Божьего, изучаем Духа Святого и Его служение в нашей жизни. Приглашаем и вас в наше путешествие с Духом Святым. Следите, подписывайтесь на канал. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.